МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лариса Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Этот год почти подходит к концу. Расскажите о тех мерах соцподдержки, которые получают жители нашей республики. Сколько средств на это было выделено? Помощь ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям, многодетным матерям и другим категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке. Выполнение своих обязательств по обеспечению социальных гарантий – это главные составляющие социальной политики Чуварской республики. И последовательное развитие системы социального обслуживания наших жителей во многом, конечно, определяет социальное самочувствие наших граждан. И поэтому эффективно работать и решать такие многообразные и сложные задачи в социальной сфере – это наши приоритеты. И при этом государственная поддержка адресная, то есть она предоставляется тем, кто в ней нуждается. В 2017 году на эти меры были предусмотрены более 6 миллиардов рублей, это что не ниже уровня прошлого года. Замечательно. И вот перейдем к недавней новости буквально. Со следующего года в республике снова вернутся выплаты многодетным семьям за третьего и последующего ребенка. А вот кроме этого, какую еще помощь такие семьи могут получать? Ну, многодетные и малообеспеченные семьи – это предмет заботы и внимания правительства нашей республики. В настоящее время у нас в Чувашской республике проживает 11 696 многодетных семей. В 2011 их количество увеличилось на 43%. И многодетным семьям оказывается помощь в виде предоставления земельных участков, жилья, соцнайма, компенсации платы за садик, на занятия в спортивных сооружениях. Также ребенок из многодетной семьи может воспользоваться бесплатным посещением государственных музеев республики и выставок. Также в дополнение к федеральному материнскому капиталу нашей республики выплачивается республиканский материнский семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. Это семьи, в которых с 1 января 2012 года родились третьи и последующие дети. Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком. И также в этом году еще можно использовать на приобретение товаров и услуг для социальной реабилитации, интеграции детей-инвалидов в общество. Также малообеспеченным семьям у нас оказывается адресная поддержка. Это в виде государственной пособии. Данный вид выплаты у нас получает 70 тысяч семей. Также у нас предусмотрены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Еще очень большого внимания мы уделяем и организацию оздоровления отдыха детей. В этой части государственная поддержка оказывается у нас детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляются бесплатные путевки или с 5-процентной оплатой. Помощь в трудоустройстве инвалидов – это еще одно направление деятельности. Что для этого делается в республике? Как инвалиды могут найти работу себе? Проблема занятости молодых инвалидов всегда стояла очень остро. А в настоящее время она становится более актуальной. И возможность заработать себе на жизнь с трудом в соответствии с выбранной профессией и полученными знаниями помогает лицам с ограниченными возможностями чувствовать себя уверенным в современном обществе, реализовать свои творческие способности, и ощущать полноценной частью современного общества. В целях оказания содействия трудоустройству молодых инвалидов в Минтрудом разработана подпрограмма сопровождение молодых инвалидов при получении профессионального образования и дальнейшее сопровождение трудоустройства. В рамках реализации подпрограммы у нас проводятся следующие мероприятия. Это содействие в составлении резюме, его направлении работодателем, содействие в организации собеседования инвалидов и работодателей при трудоустройстве, и содействие при адаптации на рабочем месте силами, в том числе силами наставника. То есть работодателям, которые участвуют в этой подпрограмме, в течение трех месяцев возмещается оплата наставнику в размере минимального размера оплаты труда. В настоящее время на республиканском рынке труда у нас вакантно более 300 рабочих мест, на которые возможно трудоустройство инвалидов. Все эти вакансии находятся в открытом доступе, в свободном доступе. Они находятся на общероссийской базе вакансий работы в прошлом. Еще одна категория населения – это ветераны. Какую помощь получают они в нашей республике? В республике проживает 213 тысяч ветеранов. Социальную поддержку у нас предоставляется 180 тысяч ветеранов. Это почти 85%. И на эти цели из республиканского бюджета направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Есть у нас в республике особая категория – это ветеран труда Чуварской республики. Данные звания присваиваются лицам, удостоенным государственных наград Чуварской республики и те, которые имеют большой трудовой стаж. Ветераны получают ежемесячные выплаты в размере от 1 тысячи 100 рублей до 2 тысячи 634 рублей. И также наши ветераны получают субсидии на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Ну, нельзя сказать о центрах соцобслуживания населения. В нашей республике их около 40. Как вы считаете, насколько они востребованы? Да, у нас 40 организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста. И эти услуги оказываются особым детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И у нас получают почти 180 тысяч граждан те или иные виды услуг. Центры социального обслуживания у нас имеются во всех городах, во всех муниципальных районах. В каждом центре создана мобильная бригада, которая выезжает в сельский населенный пункт и оказывает срочные услуги сельскому населению. Что можно получить в центре соцобслуживания? В центре социального обслуживания можно получить вообще спектр услуг. Это и социально-бытовые услуги, и социально-медицинские услуги. Это и психологические помощи психолога, консультация психолога. У нас также в организациях социального обслуживания оказываются внедрены новые технологии. Это, например, детский сад для пожилых, взрослые дети, когда работают. И своих родителей, которые нуждаются в постоянном уходе, они на дневное пребывание направляют в центры социального обслуживания. Это очень востребованная услуга. Далее у нас есть услуга «Экспресс-бабушка». Эти бабушки, они предлагают услуги по присмотру за детьми многодетным семьям, предлагают неполным семьям, студенческим семьям. Все услуги очень востребованы. Сеть, она выстроена, она же давно выстроена, она работает очень качественно и работает эффективно. Услуги у нас расширяются. Лариса Геннадьевна, большое спасибо за ответы. Спасибо. А я напоминаю, мы беседовали с первым заместителем министра труда и социальной защиты Чувашской республики Ларисой Арсентьевой. Это была передача «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова